Зеленский, это Черчилль, который обещал народу кровь, пот и слезы победил в войне и после этого был переизбран на другого человека, который восстанавливал страну? Или это Деголь, который привел народ к победе и остался президентом? Вопрос сформулирован блестяще. Я думаю, что Черчилль это Черчилль, Деголь это Деголь, а Зеленский это Зеленский. Это три совершенно разных человека и по комплекции, и по росту, и по периодам, в которых им пришлось руководить своими странами. Я думаю, что мы увидим много интересного. Я уверен, что мы увидим с тобой падение России и распад России, потому что выхода у России другого, мне кажется, нет. Это был прогноз Дмитрия Гордона, самого известного и интересного украинского журналиста, нашего большого друга. Илья, это был не прогноз, это было горячее желание, чтобы эта фашистская страна, я не хочу обижать русских людей, дорогие русские люди, я вас не собираюсь обижать. Я не обижаю народы, я обижаю фашистов, которые стоят во главе вашей страны и которыми полна ваша страна. Фашистов и убийц. Я хочу, чтобы ваша страна больше не представляла никакой угрозы для мира и для моей страны, для Украины. Мне очень стыдно, что ты прав, но я уверен, что мы вместе этот фашизм победим. Мы сделаем для этого все возможное и у нас другого пути нет, мы обязательно его победим. Фашизм на этой планете обречен, а в нашей части света, которая положила столько человеческих жизней, да, уже 80 лет назад, да, для того, чтобы победить фашизм, когда это приходит снова, это стыд и позор. Но мы с ним справимся. Спасибо тебе большое. Как говорила первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Испании Долорес и Барури, но пасаран. Ротфронт.